Здравствуйте, дорогие участники и организаторы этого великолепного, особенно по-настоящему, по нынешнему времени, международному дистанционному фестивалю «Золотое времечко». Golden Time. Я хочу отметить несколько работ, которые мне понравились в этот 18 сезон. Прежде всего, конечно, вот в этом списке почти из 30 работ на первом месте у меня мюзикл. Мюзикл Елизаветы Авачаровой, который представляется мне не только хорошей музыкой и интересен, но и самой постановкой, ну и игрой детей. Все это очень органично и очень хорошо смотрится и взрослым, и детям. Так что это, безусловно, первое место. Очень характерная музыка, именно театральная, которая сразу позволяет увидеть образы персонажей. Второе место у меня. Второе место у меня «Цирк Конфицы». Это три номера, из которых, безусловно, один, первый, в исполнении Олега Григорьева, врывается вперед и является уникальным. Я, как бывший спортсмен и мастер спорта по спортивной гимнастике, могу сказать, что это номера головокружительные, ослепительно, пошламительно, опасные, эффектные и заслуживают церковь для солей. Там это было бы на месте. Два других номера постановочные, там много красок, много эффектов, световых, шумовых. Но сами по себе прыжки и сальто, ну, первый разряд по спорту. Там нет двойных, тройных с фируэтами, каких сегодня очень много в обязательных программах, всех гимнастических соревнований. Так что, мои поздравления Олегу Григорьеву. Музыка. Из музыкальных номеров, боюсь, мои вкусы покажутся старомодными. Но для меня и сердцу мило, и душе приятно. Два опуса Павла Пасечника, которые напоминают Баха, напоминают один Баха, другой Пьяцова. Но они написаны очень красиво, очень здорово, больше самостоятельности, хотелось бы пожелать автору. У него есть определенные способности, и Бог в помощь, развивайте. А дальше, дальше разговор пройдет о преимущественно художественном чтении. Очень много этих номеров. Я хочу сказать, что на такой конкурс, как наш, эти художественные чтения, как таковое, невыгодный вид искусства. Они хороши при поступлении, эти люди, эти дети, эти взрослые, которые читают стихи в одежде, в каких-то образах и без них. Они хороши для поступления в Щукинск, в ГИТИС, в АВГИК. Там профессиональные режиссеры, педагоги сразу чувствуют, видят индивидуальность, потенцию, возможность использовать этого конкретного артиста в равных ролях, его потенциал. А так, художественное чтение Лисы Украинки, Тараса Шевченко, Гоголя, да кого угодно. Это хорошо, когда читают гафт, когда читают долго, развертывают панораму рассказа характером. А на коротеньком таком эпизодике Баска Крылова это тот, на чем обычно срезают студентов в театральных вузах. Но мне хотелось бы ответить, конечно, Василису Дортгольц, потому что это ребенок. И у этого ребенка очень много искренностей. Такое открытое, ясное отношение к тому, что она читает. То ли внушенная взрослыми, то ли она это чувствует. Но у нее это дроп-дед, как говорят американцы. Поражает человека, потому что она непосредственно по-детски. А вот Татьяна Ризник в дуэте «Возвышенная» и в двух других песнях. Это серьезно. Я бы ее поставил бы, это не относится к художественному чтению, разумеется. Я просто, почему-то она мне попалась последней, я бы вынес ее в число первых. Потому что это, конечно, безусловно, это очень трогательно, это профессионально. Она готова для большой сцены. И, Татьяна, я вас поздравляю. И я бы вам вот в этом общем списке отдал бы предпочтение, ну вот, после детского мюзика. Ну вот и все на сегодня. Я уже смотрю по интернету 19 сезон. Это хорошо, что вы придумали выпускать его просто для всех. И это очень правильно. Сколько соберет слушателей, зрителей, кликов и лайков, это может быть даже важнее цене нашего профессионального жюри. Ну, в общем, Бог в помощь. И в этот трудный час вы делаете большое дело, даже больше это значит, чем в обычные времена. Успехов вам, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова